Если судить по отчетам Управления по физической культуре и спорту, то в нашем районе практически каждый второй житель занимается каким-либо спортом или хотя бы физкультурой. А это значит, что 11 августа – День физкультурника – становится праздничным чуть ли не в каждой семье. Но есть в этой спортивной армии и те, кто куют настоящие профессиональные кадры – тренерско-преподавательский состав спортшкол. В благодарность за их труд тренеры, чьи воспитанники добились наилучших результатов, были приглашены на торжественный прием к главе района. Говорить о хорошем всегда приятно. И, конечно же, только о хорошем говорили на торжественном приеме в честь Дня физкультурника. Я хочу сказать вам спасибо за работу, спасибо за показатели, которые мы сегодня имеем. Хочется, чтобы работа приносила удовольствие. Поэтому, если на работе есть результат, если занимаешься любимым делом, если что-то получается, то я считаю, что она и в жизни в целом протекает гармонично. Отрасли есть чем гордиться. Не так много осталось видов спорта, которыми нельзя было бы заниматься в наших спортшколах. Один из самых молодых – академическая гребля. В 2012 году семья тренеров Стукловых «Волю судьбы» оказалась в Славянском районе. Тогда ни руководство района, ни сами тренеры не могли предположить, что за несколько лет здесь вырастут свои чемпионы, которых узнают даже на мировых соревнованиях. И что база управления ГОИЧС станет для них настоящим домом, а руководитель управления Павел Анопченко – крестным отцом. Очень вам благодарна. И в 2012 году, что вы приняли такое решение, что вы нас взяли, потому что мы тут свалились просто на голову. Вот это вот все было тут. Шатковалка и Крымск, и смена головы. И мы тут сидим, загораем. Мы искали места, мы с Вовой ходили туда, по берегу, сюда. И вдруг 1 сентября вы нас вызываете, приезжаем. И вот она база, мы ее не видели. И спасибо большое, конечно, Павел Викторович. Еще один молодой для района, но подающий серьезные надежды вид – спортивный туризм. Тренер наших ребят по совместительству является главным тренером сборной Краснодарского края. Как говорят коллеги, Александр Вилков своей работой живет, посвящает этому делу все возможное время. Наверное, потому и результаты у подопечных впечатляют. За пять лет существования отделения – шесть кандидатов в мастера спорта. Как ты лендарь не откроешься, не посмотришь там. Шестое августа – день кубанского футбола. Сегодня 8 августа – день альпинизма. У нас, как ни глянь, каждый день спортивный праздник, по большому счету. Хотелось бы, чтобы этот праздник не заканчивался никогда, чтобы наша болезнь была в хронической фазе. Все, кто собрался в предпраздничный день за этим столом – люди, живущие с удивительно не требующей наград любовью к спорту, к своему делу. Всего два года должность спортинструктора рисового сельского поселения занимает Николай Григоращенко. Но за это время ему удалось сплотить десятки рисовчан вокруг идеи здорового образа жизни и занятий спортом. «Наше небольшое поселение старается, тянется. Я стараюсь во всем помочь, сколько могу. И считаю, что неплохие у нас ребята растут, и мы стараемся вложить в них все то, что влаживали в нас». Николай является примером для всех молодых рисовчан. А главное, что он смог стать примером для своего сына Вячеслава, который в свои 17 лет защищает честь края на соревнованиях по регби. Глава района поблагодарил Николая Григоращенко и всех собравшихся за то упорство, с которым, невзирая на сложности, они идут к поставленной цели – выработать привычку заниматься спортом у каждого юного жителя района. «Привычка переходит в характер. Поэтому, если человек каждый утро встает, если он, как говорится, ведет детей на стадион, если это изо дня в день, то как ни крути, ты уже приобретаешь определенный характер, который, наверное, такой и, наверное, правильный, а такие характеры нам нужны». О победах и проблемах, о планах и мечтаниях говорили на приеме. Когда люди горят своим делом, они хотят об этом рассказывать. И приемы главы района помогают донести до власти все тонкости, которыми живут отрасли. «Такой получился у нас разговор спортивный. На простом, свободном языке озвучили наши проблемы, какие-то пожелания. И самое главное, пришли к такому выводу, чтобы мы продолжали работать. Это наша главная задача с детьми и с молодежью, со взрослым населением. Вот это самая главная, наверное, задача сегодняшнего поколения». Традиционные подарки на память о встрече и благодарственные письма в честь профессионального праздника завершили прием. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова